Всем доброе утро! У нас сегодня завтрак. Сейчас я вам покажу какой. Сделала я бутерброды с колбаской. Украсила их листочками базилика. Синий базилик. Ох, какой он ароматный. Помидоры, фрукты. К чаю у нас мармелад. Печенье у меня на завтрак яйцо, а у Саши будет плов. Пока я его не положила в тарелку, потому что он остынет. Одна зрительница меня спросила про женскую дружбу. Отвечаю за себя. Есть она или нет, я не знаю. Когда я была молоденькой, где-то жила в деревне, у меня были подружки. Мы с ними дружили, не разлей вода. Как сестрички. Я думаю, если бы я там жила, в своей деревне, мы бы до глубокой старости так с ними и дружили. Вот это, я считаю, называется женская дружба. Ну, а в городе у меня тоже были подружки. Когда мне было 20 лет, мы дружили. Потом все повыходили замуж. Дети, внуки. Кто поуезжал в деревню, мы иногда перезваниваемся, поздравляем там с днём рождения друг друга, с праздниками. Все заняты. У нас дача, у других ещё что-нибудь. Но уже не та эта дружба, как была, конечно, раньше. А Саша мой говорит, никакой женской дружбы нет. Есть одна дружба. Мужчины и женщины. Правда, Санёк? Вот муж мой какой разумный человек. Я бы, знаете, ещё мне что хотелось. Думала, была бы у меня какая-нибудь хорошая-хорошая соседушка. Как ты сказала, мужчины и женщины? Да. Дружба? Да. Тоже, наверное, дружбы не бывает между мужчиной и женщиной. Да. Бывает или любовь, или не бывает. Или ещё. А дружба это с кем? Ну, с сестрой можно дружить. Да, с сестрой это родня, это не дружба, это любовь. Сестёр любят, братиков любят. Это совсем другое, а то дружба. Я всё время мечтала, думаю, жила бы я на площадке, и у меня была бы хорошая-прихорошая соседка, с которой бы мы дружили, как сёстры. Но мне так никогда не попадало. Где бы я ни жила, мы там ни ссорились, ни ругались, общались, здоровались. Но такой дружбы не было. Вот как показывают, прям вообще, всегда вместе, на праздники, помогают друг другу. Ну, такое, наверное, бывает, но в основном так, с соседями вышел, поздоровался. Ну, если что, попросят помочь, там, помогли, и не более. Вот я не знаю, что ещё про женскую дружбу сказать. Женской дружбы не бывает. Сказал Саша. Может и так. Женщины друг другу ставят палки в колёса. Мне тоже ставили когда-то, по молодости. А я не обижалась. Бывало такое. Это моё мнение, лично моё. Лично. Сейчас тебе напишут. И поддержат, кто-то поддержит тебя, кто-то нет. Пишите, пишите, будем ждать. Что вы напишите, а мы вам будем отвечать. А мы ждём завтрак. Мы сейчас с Сашей позавтракаем, и каждый будет заниматься своим делом. Я буду готовить. У меня только есть первое блюдо. Суп гороховый. А на второе я не знаю, что буду готовить. Кому интересно, оставайтесь со мной. Покажу. Чё-нибудь придумаю вкусненькое. Кому-то понравится, возьмёте себе на заметку. Мы с Сашей позавтракали. Думаю, с чего начать. Что мне приготовить. В холодильнике у меня было пол-литра кефира. Есть у нас яблоки, яйца, мука. Думаю, дай-ка я приготовлю вкусных, пышных оладушек. В кефир я добавила соды, ванилина. Ну, где-то у меня здесь может быть пол-литра кефира. Щепотку соли, столовую ложку сахара. На кончике ножа ванилина. Немножко соды. И знаете, что я добавила? Я столовую ложку с хорошей горкой манки. Сейчас вот она у меня уже минут 20. В кефире. Разбухает. О, уже как кашица становится. Добавлю немного муки. Да и испеку вкусных оладушек. Строгого рецепта у меня нет. Всё на глаз. Добавила муки. Тесто должно быть густоватое. Не жидкое, а густоватое. Тесто должно быть, как я уже сказала, густое. Смотрите. Вот так вот. Потому что еле-еле перемешивается. Ну, зато будут пышные и вкусные оладушки. Всё, больше муки добавлять не будем. Скоро у нас обед. Буквально через пару минут. Гороховый суп. С мясом. Это ещё у меня ребрышки были. Думаю, дай-ка я гороховый супчик сварю. На закуску картошка, овощную рагу с баклажанами, сало, огурчик и, конечно же, зелень, базилик. Ржаной хлебушек. Овощную рагу я полила сметанкой. Обязательно чай. Ну, к чаю у нас есть сладости. Приятного аппетита! Наши оладушки жарятся. Я так много, оказывается, сделала. Вроде пол-литра кефира. Это не бутылка. А посмотрите, сколько у меня теста много получилось. Целая большая миска. Ну, ничего, съедим со сметанкой. Вот они какие пышные, красавцы. Сейчас попробуем. Сразу первую сковородку пожарю. И на тарелочку положу, попробую. На вкус. Что у меня получилось. Оладушки наши жарятся. Посмотрите, какие они пышненькие. Сейчас мы их сразу со сковородки на тарелку полью сметаной и сразу попробую. Должно быть вкусное. Саша мой ехал в магазин, а я одна на кухне готовлю. Разморозила мясо. Свинина. Написано, свинина для отбивных. Ну, я так подумала, подумала. Думаю, да не хочу я этих отбивных, жареная. Может, пару штучек сделаю. А вообще просто перекручу, потому что здесь килограмм мяса. Перекручу. Может, котлеты сделаю, тефтели. Половина фарша в морозилку. А из половины фарша что-нибудь и приготовлю вкусненькое. Свинина у нас стоит 8 рублей, по-моему, 90 копеек килограмм. Вот именно это и для отбивных. Оладушки я буду подавать со сметаной. Так как я добавила в само тесто сахара немножко, поэтому они будут сладкими. Если вы не будете добавлять сахар, можете сахар добавить в сметану, макать оладушек, в сладкую сметану и кушать на здоровье. Сейчас и попробуем свое произведение с куста. Действительно, оладушки получились очень вкусными. Попробуйте, добавьте немножко манки. Вы на свое усмотрение. Можете меньше, можете больше. Мне понравилось. Мы с Сашей покупаем обжаренную кильку. с овощами. Это не реклама. Показывает то, что мы покупаем и то, что мы попробовали. Очень, кстати, вкусная. Магазин Хит продает ее по рубль 79 баночку. Для сведения Брещан. А еще хочу сказать спасибо нашей зрительнице, что подсказала, где в Бресте можно купить с Баранину. Да, знаем мы этот магазинчик от Березы в районе пригородного вокзала. Знаем. Будем в том райончике. Обязательно заглянем. Мы, когда туда ездим по делам, обязательно от магазинчика заходим. Хороший магазинчик. Продукция отличная. А сейчас посмотрим, что же у меня получилось из килограмма мяса. Шесть больших отбивных. Это у меня будет полуфабрикат. Я их отобью, посолю, поперчу, намажу чесночком щедро и заморожу. Когда надо будет, я быстренько достала и на сковородку. Остальную часть, где-то здесь полкилограмма мяса. Смотрите, мякоть какая красивая. И сальца есть. Отличного качества свинина. Я сделаю фарш. Может, приготовлю тевтели, может, котлет. Посмотрю. Удобно. Из килограмма мяса сразу сделать и полуфабрикант, и что-то приготовить. Молодежь, учитесь. Я раньше так делала. Если мясо куплю, отрежу, сколько мне надо, полкило или там грамм четыреста, что-то приготовила. А то обратно в морозилку. А сейчас я делаю сразу заготовки. Заготовки делаю разные. Могу сделать пельмешков. Как-нибудь надо приготовить. Уже жары на улице нет. Можно и пельмени покушать. Все, работаем дальше. Жарим оладушки. Отбивное у меня уже готовое. Посолила, поперчила, добавила еще приправ для мяса. А это у меня чеснок. Сейчас я его разотру по всей отбивной чтобы он пропитал мясо. Оно было очень вкусным. Все, быстренько делается этот полуфабрикат. И займусь потом фаршем. Положила отбивные в целлофановый пакетик и отправляю в морозильную камеру. Много места они не занимают. Очень удобно. Я их, знаете, как кладу одну на одну. Компактно. Очень даже удобно. Я девчонке сажала фасоль. Много сажала. Две брядочки. Но вырастить не получилось. Буквально собрала пару горсточек фасоли. И то это я оставлю на семена. Когда-то меня соседка угостила, даже не угостила, сказала, Таня, возьми вот себе фасоль посади на даче. Говорит, такая хорошая и коричневая. Говорит, не разваривается. И она не очень крупная и не мелкая. До чего вкусная фасоль, что за сорт, я не знаю. И я действительно попробовала, посадила и развела ее. Ну, обычно я заготавливаю себе фасоль на зиму. В этом году ничего не получилось. Поэтому все пойдет на семена и немножко беленькой. Она вообще-то должна была быть крупной, какая есть. Такие вот бывают истории дачные. фасоль я перекрутила и добавлю немного кабачка. Кабачки у нас свои, без всякой химии. Ничем не поливала я их, не подкармливала. они сами по себе повырастали красивыми, сочными и вкусными. Кручу фарш и ем груши. Сок просто льется с этих груш. Смотрите, какая красота. Я, когда что-то делаю, обязательно попробую. Сейчас ем кабачок сырой, ем грушу. Ну, фарш сырой я не ем. Фарш я перекрутила. Сейчас добавлю сюда соль, перец, приправы. Пока его перемешиваю и сразу замочу булку. Когда я готовлю котлеты, булку я замачиваю не в молоке, а в воде. Мне кажется, так вкуснее. а вы смотрите сами. Едим грушки сочные, пьем компот из своих фруктов. здесь у меня яблоки, груши, сливы и абрикосы. В фарш я добавила приправу, черный перец, сушеный базилик и немножко булки, немножко. Сейчас все рукой хорошо будем перемешивать. Обязательно не забудьте фарш посолить. Яйцо я добавляю тогда когда перемешаю хорошо фарш. В принципе, можно и сразу, но я делаю так. Яйцо в последнюю очередь. Добавляем яйцо и снова все перемешиваем. Формируем котлеты. Скорлупу от яиц я не выбрасываю. Складываю в пакетик. Когда скорлупа подсохнет, я ее измельчаю и уношу на дачу. Там у меня есть кастрюля с крышкой, чтобы мы туда не лазили зимой. За зиму много накапливается этой скорлупы. Она мне нужна на грядке. Я думаю, огородники, садоводы, дачники все это прекрасно знают. Кто не знает, рекомендую. Не выбрасывайте. У кого есть грядки, она всегда пригодится. В хозяйстве все пригодится. Фарш готов. Сейчас я его поставлю в холодильник на полчасика охладиться. А сама тем временем помою полы. А потом приду, достану его и буду жарить котлеты. Достала я фарш из холодильника. У меня его много. И сделала еще заготовки на следующий раз. Сейчас я их заморожу. Это котлеты. И немного сделала тевтелек. Сварить суп. Иногда хочется там суп лапши именно с фрикадельками. Бывает такое. Достала из холодильника раз и приготовила. Так что молодежь берите на заметочку. Котлеты мои жарятся. На кухне пахнет вкусно. Саша позвонил. Он на даче едет сейчас домой. И на ужин ему будет гречка с вкусными котлетками. Я когда котлеты переворачиваю на другую сторону, я закрываю сковородку крышкой. Котлеты получаются пышными и прожаренными. Так что рекомендую. А в этой кастрюле у меня варится молочная каша. литр молока, 3 столовые ложки пшена, 3 столовые ложки риса. Крупу промываем. Когда молоко начинает закипать, опускаем пшено и рис в кастрюлю. Если жирное молоко, я его развожу 50 на 50 с кипяченой водой. А если полтора процента или два процента, то просто лью молочко и все. Сегодня у меня жирное 3,5% поэтому я добавила ладнички. Сколько я сегодня блюд приготовила, оладушки, котлеты и кашу. Все, что хочешь. Еще хотелось бы сделать салатик, может, сделаю, покажу вам. Котлеты мои готовы, можно подавать к столу. Приятного аппетита! Котлеты кстати с добавлением кабачка получаются очень сочные. Вот можно его добавлять особенно в куриный фарш. Куриный фарш суховатый, а кабачок там в самый раз. Ну, я и добавил свиньбу. А ведь с кашу маслом не испортишь. Готовьте на здоровье еще раз приятного аппетита! Каша моя варится, минут через 10 будет уже готова. За 5 минут я положу в кастрюлю кусочек сливочного масла. Закрою крышкой и все, наша кашка будет через 5 минут готова. Каша наша сварилась, добавила я кусочек сливочного масла, сейчас накрываю крышкой и отключаю газ. Каша готова, можно подавать к столу. Готовьте вкусные полезные каши. каши. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok